Несчастный случай. Основная версия произошедшей трагедии в Прохоровском районе. 80-летняя жительница села Радьковка на своём участке занималась уборкой сухой травы. Вопреки всем предупреждениям, она развела огонь. В день трагедии был сильный ветер. Огонь распространялся стремительно. Охватил более 400 квадратных метров от огорода, перекинулся на луг. По версии следствия, на пенсионерке загорелась одежда. От полученных ожогов она погибла. Следователями осмотрено место происшествия с применением специальной криминалистической техники. Для исключения факта применения горючих веществ припали травы. Устанавливаются очевидцы произошедшего, опрашиваются соседи. Проверяются все версии произошедшего. Приоритетный является несчастный случай. Первой на тушение огня прибыла местная добровольная пожарная команда. Машину трижды отправляли за водой. Чуть позже подъехали спасатели. А женщину не видели, где она лежала. Никто не видел. И уже после соседей сказали, что лежать там трудно. Соседка погибшей Валентина Демченко не может поверить, что подруги больше нет. Еще в полдень они сидели вместе за разговорами. Никогда не сживали. Никогда. Я не знаю, что ей пришло в голову сжечь. Большой огонь в регионе наблюдается ежегодно. Опасные очаги горения фиксируются во всех районах области. Основная причина пресловутый человеческий фактор. Главы муниципалитетов совместно с сотрудниками МЧС ведут профилактические беседы с населением. Штрафуют за разведение огня. И тем не менее, люди продолжают поджигать. Профилактика проводится в газетах и статьи, в интернете, в соцсетях. Все, что можно. Но, к сожалению, не все понимают или не все осознают, что огонь это не только добро и тепло. Огонь еще и беда и смерть. Только за прошедшие сутки спасатели Белгородской области выезжали 20 раз на тушение сухой растительности и мусора. Общая площадь возгорания около 4 гектаров. Самые крупные ландшафтные пожары зарегистрированы в Старооскольском округе и Белгородском районе. Ежедневно сотрудники МЧС предупреждают граждан о запрете пала сухой травы. Но, несмотря на это, некоторые жители региона и также гости все равно пренебрегают требования пожарной безопасности. Из-за жаркой и сухой погоды сейчас очень высок риск природных пожаров. Даже окурок непотушенной сигареты может стать причиной большого огня. Сейчас необходимо быть особенно аккуратными. Ксения Глотова, Эдуард Горела. В такой день на Мире Белогория.